всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка связанная с медиаплеером а именно понадобился мне медиаплеер компактный для монитора и для маленького монитора который у меня был на канале и правом верхнем углу вы можете увидеть подсказку и посмотреть что это был за монитор 15 6 дюймов 4k так вот понадобился небольшой медиаплеер и в данном случае выступил медиаплеером вот представлена перед вашими глазами это хроматик донгл g4k ввиду того что монитор 4k так и данной tv-донгл медиаплеер тоже 4k представлен в таком вот виде подключение к hdmi и есть пульт который может управляться по моему по блютузу и инфракрасный порт есть для того чтобы управлять например телевизором данный вариант медиаплеера хоматик долго донгл g4k пришел со склада российской федерации течение где-то недели может даже меньше там четыре пять дней вот в таком состоянии до дополнительно к пульту который у вас сейчас уже перед глазами на коробке представлен я взял чехол там можно разного вида взять я вот такой вариант красный взял для пульта и до того что пульт белый понятно что он будет пачкаться если там руки часто не мыть при пользовании данным пультом поэтому взял вот такой вот чехол чехол пришел из китая тоже где-то в течение дней 10 максимум две недели тоже доставляла все благодаря каню через мегамаркет пункт выдачи который раньше был казаниц пресс так ну и давайте смотреть возвращай часть потраченных денег с кэшбэк сервисом летишопс установи расширение для браузера чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик литишопс что из себя он представляет вот поставляется в такой упаковке здесь сертифицированная google tv youtube netflix disney prime видео youtube music hbo max spotify устанавливаться можно да кстати к нему можно еще и их разработка колонки подключить и так далее можно использовать с телевизора если у вас нету смарт тв в виде андроида либо виде google тв здесь google тв да кстати тоже у меня был на канале телевизор philips 50 пус 8705 там вот android стояла 11 здесь по моему google тв тоже на базе андроида 11 вот здесь представлены характеристики он поддерживает dolby аудио а вот dts к сожалению не поддерживает к интерфейс и здесь какие можно потом операционная система google тв как и говорил интернет подключение если только по 100 мегабитом тоже отрицательный момент не гигабитный порт но здесь вот есть так называемый порт ethernet здесь также есть вайфай интернет там уже скорости повыше будут дальше hdmi есть usb-c для подключения различных устройств ну как казалось подключает он не все usb-устройства имеется ввиду например жесткие диски с определенным питанием то есть флешки он подключает определенного разъема а вот сами там ssd накопители либо hd и внешние жесткие диски не подключает питание похоже не хватает дальше есть микро usb подключение но это подключение для питания через адаптер питания на борту 2 гигабайта рам памяти 32 гигабайта флеш памяти включен в себя это упаковка сам этот вот media player dongle пульт управления адаптер питания небольшая инструкция usb кабель и кстати есть еще батарейки вроде как написано но скорее всего их нету до того что если доставляется самолетами то все батарейки достаются вот пришел в таком открытом виде не запечатанным дальше есть сеть как и говорил вайфай до айси 2.4 гигагерц и 5 гигагерц поддерживает протокол оси то есть быстро не вайфай 6 а вайфай 5 и на борту bluetooth 5.0 для того чтобы управлять пультом так много здесь осталось у нас пустое давайте открывать здесь непосредственно сам такой вот вариант здесь hdmi по моему 20 hdmi дальше подключение ethernet micro usb это 5 вольт подключается дальше здесь есть похоже сброс кнопка и вот usb си но здесь подключение не всех накопителей жестких дисков как я говорил есть возможность подключать еще дополнительное устройство которому поставляется они имеется ввиду там есть там твой тюнер и так далее можно там даже можно по моему подключить эти геймпады сюда если есть такой вариант подключения вот такой вот небольшой вариант дальше что у нас находится внутри внутри у нас находится инструкция по эксплуатации каратенечка показано как состав основные разъемы подключения пульт управления как подключается ну и все но и вот здесь вот характеристики кому надо может зафиксировать на борту молоджик с 905 и 4 память огорел 2 гигабайта на борту flash память 32 гигабайта поддерживает видео 4k dolby atmos поддерживает файлы а кстати вот hdmi 2.1 оказывается на борту не 202 1 и hdsp 2.2 поддерживает здесь может выбирать соотношение сторон как полный тогда требуется адаптер питания 5 вольт 1 ампер ну и максимум потребляет 5 ватт а вот у нас адаптер питания сам такого виду сверху юсби белого кабель понятно что юсби микро юсби который подключается вот в эту часть таким образом и давайте померим как обычно длина у нас приблизительно около тут сантиметров 40 где-то около метра двадцать сам кабель и батарейки здесь лежать должны сам пульт вот такого тонн вида здесь устанавливается батарейки тип 3а сейчас установлю вот такой вот пультик давайте сейчас здесь произведем некоторые действия подключим этот медиаплеер и посмотрим что находится внутри и так приступаем давайте еще посмотрим как одевается чехол на данный пульт батарейки мы уже установили этого все видели вот так вот он приезжает описание вот такого вариант но и здесь вот закрепляется называемый ремешок кистевой больше отверстия нету просто он надевается и до того что чехол силиконовый все он растягивается надевается на него подошел он кстати какому-то другому плееру причем эти пульты для нескольких вариантов плеера подходят иметь ввиду по форме вот и сам этот чехол тоже от другого плеера но вот такой вот чехольчик достаточно аккуратно это все здесь видно резно белые кнопки конечно остаются но зато сам пульт белый скрыт в этом силиконовом чехле есть кстати отверстие для голосового исполнения так вот такой вот чехольчик и так здесь достаточно понятно это на фейс google т.в. есть настройки в данном случае вай-фай подключен у нас к сети есть заставки есть bluetooth на данном случае у нас подключен пульт там первое действие нужно провести найти свой язык и так далее здесь вот продемонстрированы все настройки по экрану расширение экрана динамический формат для того что портативный монитор поддерживает его 4к 60 герц и это мы можем увидеть сейчас на меню который у вас выскочил он внизу есть надпись когда мы рассматривали этот монитор там поддержка была ну и здесь можно сделать увеличение по экрану да кстати тут не все переведено дальше сеть здесь можно подключить сеть по кабелю по эзернету но до 100 мегабит в секунду аккаунты конфиденциальность местоположение дальше приложение которое установлено там открыть остановить система и тут вот есть на пульте горячая клавиша можно задать любой вариант приложения но и в данном случае этот вариант задал есть пещерезы питания системные звуки но и перезагрузить дальше пульт и подключен если надо произвести некоторые действия для подключения данного пульта есть отправить отзыв вот такие вот настройки у нас дальше главное здесь основные приложения можно увидеть которые доступны к на это лице не могу показать давайте сразу же возьмем по виду вот здесь системные характеристики производитель показан аппаратные средства сколько памяти всего сколько доступно и на флеш памяти понятно что не будет 32 и 2 гигабайта то есть занимая система часть дальше центральный профит сессор функционирование отображения но здесь от 1920 на 1080 но это оболочка плюс все модули сеть вайфай у нас сейчас вайфай 5 гигабит есть 2 и 4 но 2 и 4 уже android нотка говорил 11 android здесь представлен дальше устройство графический процессор все что здесь поддерживает ману будем температуру здесь нету приложение и кодеки давайте посмотрим кодеки поддерживает основные видео он а в 0 1 висе хавэк хевисе тоже поддерживает и папки системные файлы программе давайте посмотрим давайте проверим скорость интернета по вайфай 5 гигабит ну и как видим до 300 мегабит внешний интернет нужно давайте еще раз включим посмотрим находится достаточно далеком расстоянии от роутера как будет выполняться тест ну как видим скорость большая проводной интернет я уже не буду показывать у того что всего 100 мегабит в секунду но соответственно будет там 96 99 мегабит в секунду как на получение так и на отправку поэтому смотрим только вайфай 5 5 гигабитной 5 гигагерц 24 гигагерц смотреть не будем там скорость будет ниже тоже просто как-то так давайте посмотрим как воспроизводит изображение ну и как видим 4к у нас воспроизводит 60 кадров в секунду hdr ничего не тормозит youtube и давайте посмотрим какой он кинотеатр так без проблем можно воспроизвести все воспроизводит в том числе этого я допустим никого ну же тимофееву что он николай второй а потом со мной без проблем мы давайте посетим посмотрим как воспроизводит фильмы и 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 так я вам продемонстрировал медиа плеер донгл джей 4к хоматикс с google тв который позволяет просматривать различные приложения youtube до 4к 60 кадров в секунду в hdr режиме поддерживает dolby atmos но не поддерживает dts также не поддерживает авто чистоту основывается на google тв это android 11 может подключаться к экранам различным телевизором которые не имеют смарт либо просто экраны например портативных мониторов либо мониторов стандартных стационарных до 4к 60 кадров в секунду который поддерживает можно брать с собой поездки также поддерживает подключение проводное ethernet также можно подключать различные накопители по usbc но только флеш накопители накопители ssd и внешний жесткий диск у вас не получится подключить потому что питания не хватит для того чтобы распознать этот диск а простые флешки без проблем распознает и считывает каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию предоставил вашему вниманию выбор только за вами всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания 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 до свидания